Это что, вентилятор? Нет, это суперэффективная ветряная турбина, с помощью которой можно обеспечивать школу энергии в течение целого года. Значит, большой вентилятор! Прости, но сегодня будет блистать мой аростатрон. Ха! Единственное, что будет блистать, это пол, когда я вытру его тобой. Не сейчас. Готов проучить Фиби и Макса? Конечно. Начинаем операцию «Саботаж». Что за название такое? Хоть что-то, пусть будет моим. Итак, мистер Сандермен, что покажете нам? Это мистер Ветер. Вентилятор. То есть, высокоэффективная двусторонняя электрогенераторная турбина? Очень большой вентилятор. И что он делает? Я не знаю. Я думаю, что под словом «не знаю» Билли имел в виду, что мистер Ветер генерирует мощность, аккумулируя энергии воздушных потоков. Наверное. Продемонстрируй-ка. Да кнопки заела. А если я буду давить слишком сильно, то они сломаются. Я помогу ему. Он не в ту сторону крутится. Неправильно. Не выключается. Почему? О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! 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 Та-дам! Старшая сестра вспоминает дни своей славы. Да. Тогда боюсь, что вы исключены. Причем оба. Что? Вы не можете меня исключить. Я чемпион. У меня есть медаль. Что ж, от имени всех ученых я ее отбираю. Не очень повезло. Уважаемые ученые, вы видели достаточной ерунды. Но сейчас вы увидите шедевр. Леди и джентльмены, позвольте представить... Дальше я сам. Вот он, растотрон номер два. Я расширяю и помидор, и ваше сознание. Такое изобретение поможет спасти мир от голода. Поздравляю тебя, Нора Сандермен. Ты стала победительницей научной ярмарки. Спасибо огромное. Я просто посторожу ее. Теперь ты дома. Дома. Может, выключишь? Конечно, крошка! Все в порядке. Просто легкая неполадка. Какие-то проблемы, по-моему. Что вы такое сделали? Преподали вам урок. Да. Не играйте с томатами. Нет. Не отбирайте проекты у своих родственников. О, и это тоже подходит. В связи с этим бедствием отдай-ка это. Ну, формально прибор сработал и не сломался. Макс? Да ладно! Опять! Нашлось! Что нашлось? Масло. Понимаешь, я хотела сделать тебе бутерброд. Идем. Итак, пока мама не вернулась, мы с тобой должны уладить проблему с одеяльцем Хлои. Хочу уточнить. Речь о Хлое Кардашиан, так ведь? Нет. О Хлое Сандермен. Это не так интересно. Но я готов помочь. Мы спрячем ее одеяло, потом скажем, что оно исчезло, Хлоя поплачет и забудет о нем. А потом мы поможем Хлое Кардашиан. Хлое Кардашиан. Хлоя! Привет, пап. Милая, присядь. У нас плохая новость. Твое одеяло исчезло. Что? Ты его больше не увидишь. Смирись. Так, спокойно, Билли. Милая, не переживай, ведь одеяльце всегда будет в твоих воспоминаниях. Оно же в шкафу, пап. Билли хотел сказать, что одеяльце всегда будет в шкафу в твоих воспоминаниях. Ну, ладно, хватит уже о нем. Мне его не хватает. У нее такой грустный вид. Может, на нее накричать? Нет. Она немного погрустит, и через 20-30 минут обо всем забудет. Пап, найди мое одеяльце! Придется его вернуть. Одеяльце! Оно исчезло. Что исчезло? О-о-о! Мое плохое настроение, ведь ты вернулась домой. Я скучаю по своему одеяльцу! О, нет! Оно опять потерялось! Да, так и мы... Мы не знаем, куда оно делось. Барб, а может, поищешь его наверху? Одеяло не могло убежать. Его кто-то взял. Я уверен, это колосса, потому что он вечно пакостит, а еще он на нем лежит. Ты такое мягкое. Я искал тебя всю свою жизнь. Колосса, убери свои лапы от одеяла Хлории. О, это одеяло Хлории? А, это ничего не меняет. Ха-ха-ха! Я знаю, ты ужасно скучаешь по своему одеяльцу, но умоляю, хватит уже все телепортировать. И под столом его нет. О, это одеяло такое же, как у Хлои. А она сто процентов не поймет, что это другое. Хлоя, мы нашли одеяльце! Одеяльце! О, и где вы его нашли, Ханк? О, это не важно. Главное, что Хлоя успокоилась. Вы думали, я куплюсь? Мы на это надеялись. Это жалкий закос! Вовсе нет. Оно такое же, как то, что мы у тебя забрали. Что? Что? Гусь! Ханк, говори все как есть. Ты отлично выглядишь. Я насчет одеяла. Хорошо. Я могу сказать, но ты мне не поверишь. Колосс его украл? Да. О, хотите посмотреть, как мы с одеяльцем друг друга любим? Ах ты, мое миленькое, мягенькое одеяльце. Колосса, отдай нам одеяло, или мне придется забрать его силой. Барб, я уже пытался. Если человек гром не смог открыть клетку, то никто не сможет. Ай-яй-яй-яй! О, нечестно, ты использовал электричество. Держи, Хлоя. Одеяльце! О, просто класс! Я скучаю по своему одеяльцу. Успокойся, доктор Кролик. Никогда! Я скучаю по одеяльцу! Какой ужас! И я кричала так. Да, когда отвлекалась от телепортирования мебели в... Где она сейчас? В Абу-Даби. Одеяльце сделало меня чудовищем. Вот, можешь забрать. О, одеяльце! Мне не хватало твоих мягких прикосновений. Билли, Нора, идем. Не пойдем. Билли рассказывает малышу, какого цвета шарики. Это черника, а это банан. Фрукты не цвета. Пойдем, откроем мой сейф. Я не пойду. И ты меня не поймаешь, не поймаешь. Я не буду тебя ловить. Я поймал крошку Лулу. Это так здорово, что вы все хорошо так ладите. Да, мы очень дружны. Шевелитесь, нытики! Отдай мою куклу чудовища! Ты самый худший нянь в мире! Что? Так, помнишь, ты назвал меня красивой? Пора кормить брата. О, Расти, пора кушать. А кто у нас тут такой голод? Кукла? Нам было так весело в парке, а ты все обломал! Да, ты такой обламыватель! Вы же согласились открыть мой сейф, разве нет? Нет. Все равно откроете. И я больше не хочу слушать ваше нытье. Опять нытье. Кто посмел? Да, это кукла Норы. Крошка Лулу не плачет, а она леди. Только писается. Класс! Крошка Лулу ожила уху. Ребят, это настоящий ребенок. Это бродила на Расти. Обламыватель взял не ту коляску. Похоже, он и Расти обломал. Это Фиби. Интересно, что ей надо? Привет, Фибс. Что случилось? Да так, звоню, поздороваться, а заодно напомнить, что ты украл ребенка. А ты увела Билли Нору в парк, когда они были наказаны. У тебя тоже проблемы. И мне это говорит парень, укравший ребенка. Ладно, ладно, мы принесем ребенка и поменяем их назад, но сначала откроем сейф. Шутишь? А что, Фиби, что если в сейфе тоже ребенок, а? А? Ладно, малыш важнее, мы идем. Так, Расти. Так, надо убрать отсюда ребенка, пока родители не пришли. Тревога, тревога, приближаются родители. Поздно. Класс. Теперь нас опять накажут или арестуют. Вы стойте здесь, а я унесу его назад. О, как раз вовремя. Я... О! В другую дверь. Кому попкорн? Не перед ужином. Нас окружили. Что делать? Спокойно, у меня есть план. Это твой план? Я же не говорил, что он хороший. Ладно, я должна сказать. Это даже смешно. Ты будешь смеяться. Но? Ну, я просто хотела показать, что у нас много общего, но все немного вышло из-под контроля. Это самое смешное. Я как бы... смухлевала в панике. в поляску. Да, я пнула два раза, а это очень серьезное нарушение правил. Тебе не смешно? Верни мне моего брата. Убери их от меня. Не сопротивляйся, ты только разозлишь их. Убери их. Убери их. Дадж-дам! Дай сюда. Пока, Расти. ты был... пахуч. Привет, пап. Ты можешь собрать мой кукольный домик? В нем всего 500 деталей. А у меня есть 500 причин, по которым я не хочу это делать. Пожалуйста, папочка. Ради меня. Как я могу отказать своей малышке? Как ты это делаешь? Умельность. Это тоже суперсила. Ого. Похоже, заводить ребенка это очень напряжно. Это точно. Большой живот, отекшие ноги. Да, и мама тоже не в форме. О, папуль, если в больнице у тебя будет время, может, соберешь домик? Хэнк, выбросы энергии становятся все сильнее. Все нормально, но если это произойдет снова, постарайся не попасть... Система повреждена. Приблизительное время восстановления два часа. О, нет! Хэнк, что же делать? Все в порядке, не паникуй, просто я доставлю тебя по воздуху. Ты что? Вдруг я рожу в полете. Помнишь, что произошло в прошлый раз? Почему ты показываешь на меня? Что было в прошлый раз? О, нет! Что с тобой? Время. Нет, не время. Нет, не может быть. Ты должна его сдержать. Сдержать? Я не могу его сдержать. Но ты не можешь родить ребенка-супергероя в больнице для обычных людей. Я знаю. Что ж, тогда придется родить его здесь. А кто примет роды? Ты. Я? Что было в прошлый раз? Даже не знаю, Билли, может, Макс прав. С рождением малыша я стану лишь одной из детей. По крайней мере, ты меня слушаешь. Билли? Петушок кричит. Му. Мало времени дают. Похоже, не бывать мне больше милашкой. О чем ты говоришь? Ты все еще милашка. Ну, конечно, не такая, как она. Но как можно конкурировать с ребенком? Дорогие покупатели, приглашаем вас на конкурс «Самый милый малыш». Начало через пять минут. А-а-а-а-а. Вот сейчас мы и посмотрим. Увидишь, я стану самой милой малышкой. Ты не сможешь участвовать без родителей. Идём, будешь папой. О, кошмар. Ну, ещё чуть-чуть. Да. И на этом наше состязание по ползанию завершается. Далее у нас будет... Стойте! Представь меня, папочка. Привет, коллеги-родители. Посмотрите, как ползает моя малышка. Ого, ну и огромная же малышка. Это не малышка, это маленькая девочка. Она не может участвовать. Здесь написано возраст от нуля до девяти. Месяцем. Надо было это указать, мистер судья. Давайте начнём, а то ведь я не молодею. Это уж точно. Ну, посмотрим, как ползает гигантская малышка. Ладно, дети. Смотрите, как это делают милашки. Врубай, папа. Столько очаровательных малышей и столько замечательных товаров в магазине ТОЦ. Называйте уже победителя. А-а-а, они так быстро взрослеют. И победителем конкурса самый милый малыш становится... Бритни Уильямс. Хе-хе-хе-хе. О-оу. Вы что, шутите? Вы выбрали эту мелочь? Что у неё есть такого, чего нет у меня? Свидетельство о рождении этого года. Забирай своего крошечного папу и уходи. Ладно. Я бы уползла отсюда, но я умею ходить. Кто занял второе место? Не ты. Ясно. Простите, она вся пошла в мать. Нора, может, пойдём? Я хочу познакомиться с ребёнком и показать ему мои усы. Я никуда не пойду. Почему? То, что ребёнок милый, вовсе не значит, что ты не можешь быть милой. Дело не только в этом, Билли. Если я не буду самой младшей в семье, то не буду я особенной. Не волнуйся, Нора. Может, ты не в курсе, но я тоже когда-то был младшим. А потом появилась ты. И я был так расстроен. Правда? Да. Я даже облепил тебя марками, чтобы отправить куда-нибудь. Но потом ты мне улыбнулась, и мне не хватило духу. И не успел я оглянуться, как моя сестрёнка стала мне лучшим другом. Спасибо, Билли. Ах, вот вы где. Я обошёл все магазины города. Идёмте, познакомимся с вашей сестрёнкой. Эта девочка? Я научу её носить банты. Это ведь такое непростое дело. Рад, что она не переживает. Ты был в шоке, когда она родилась. Помнишь, как ты облепил её марками и отправил в Абу-Даби? Эээ, пап, об этом должны знать только ты, я и та семья, которая прислала её обратно. Улыбнись в камеру, Хлои. Улыбнись. Боишься щекотки. Эй, ты активировала её суперсила. Ох, она пускает пузырики. Это так мило. Раньше такого не было. И такого тоже. Похоже, малышка их слегка напугала. Пожалуй, я тут ещё немного побуду. У меня чувство, что скоро жизнь в доме с Андерменом станет куда интереснее. О, эй, вы хотели в аквапарк? Вон там есть виртуальный. Можете пока побыть там, а потом встретимся. Если только я не впарю персонажа с Айбрану, тогда пока, лопушки. Но мы же должны развлекаться вместе. В этом весь смысл. Так и будет. Позже. С меня мороженое. Мороженым нас не купишь, да, Билли? Если мороженое будет шоколадное, тогда договорились. Билли. Они не хотят проводить с нами время. А, забудь. Без них повеселимся. Мои тугие. Мои тоже. Давай поможем друг другу. Ты в порядке, малыш? Я Фи-Фи, а это мой брат Мэтт. Они похожи. Много. Давайте мы вам поможем. Теперь нажмите на кнопку, и очки включатся. Ого! Я на водой горке! Я просто рождена для этого! С вами так весело! Хоть кто-то так думает! Фальшивая вода такая реалистичная! Ребята, игра с подвохом. Конечно! С каким? Я не знаю. На собрании не была. Покажем, что мы умеем. На помощь! Мэтт, Фи-Фи, помогите! Нас подставили! Мэтт, Фи-Фи, нас подставили! Фи-Фи была права игра с подвохом. Бежим отсюда! Отступаем! У него есть вторая пушка, а у них есть я. Что происходит? Смотри, Фи-Фи блокирует мячики! Слишком много мячей. Что ты здесь делаешь? Унижать родственников Макса может только Макс. Так каков план? Надо сделать так, чтобы эти пушки друг друга уничтожили. Слюна будет повсюду! Милинора, бегите! Плачьте, Сайбернам! Это я собираю! Мы с ними! Мы их брат и сестра! Десять баксов за фото с единственными, кому удалось победить Сайберна! Теперь вы хотите проводить с нами время? И всегда хотели Просто мы слишком увлеклись своими делами Нам жаль Да, Макс? Да Вы гораздо важнее огромных денег, которые я мог бы выручить, продав Сайбру на своего злодея Великая плевалка, что я наделал Кончайте спектакль Нам ведь давно не было так весело вчетвером Вы сделали вид, что не любите нас И наняли Мэтта и Фифи, чтобы они нас подставили А потом пришли нам на помощь Это лучший день рождения День рождения? Да, да, с день рождения Мы пойдем купим тебе торт Да, да, идите У тебя не день рождения Я знаю Но сейчас им настолько стыдно, что их можно развести на что угодно Давай попросим у них абонементы в аквапарк Хитрый план Спасибо Я получил мячиком по голове и стал гораздо умнее Мне нравится новый Билли Спасибо Я получил мячиком по голове и стал гораздо умнее Хотите со мной порисовать? Извини, Хлоя, но у нас сейчас живой чат с фанатами Початьтесь со мной Мы бы с удовольствием, но ты сейчас не в тренде, понимаешь? Дети, поиграйте с сестрой Да, я понимаю, что круто быть знаменитым, но для Сандерменов главное это семья Хлоя, что ты выбираешь? Поиграть сейчас? Или устроить чаепитие с единорогами завтра утром? Чаепитие с единорогами? Ребята, нельзя так делать Он прав, Билли Мы можем формально извиниться сейчас Или искренне извиниться завтра утром А, лучше завтра утром У меня уже рука устала эти бантики подписывать У тебя устала рука? Я только что добавил в друзья 40 тысяч человек Эй, чаепитие уже началось, а я не вижу у вас рогов О нет, я забыла о нем Извини, Хлоя, придется его отложить Фэны нас ждут Но я приготовила такой вкусный, воображаемый чай Смирись, Хлоя Не пойдут они на твое чипите Мне ее очень жаль Но мы и так не успеваем ответить всем нашим фэнам Есть мысль Если мы соберем их всех в одном месте То сможем всем им ответить Устроим конвенцию Под названием Сандеркон Билли, это гениально! Почему у тебя так редко бывают идеи вроде этой? Ау, мозг болит Можно еще воображаемого чая? Конечно Алло? Хлоя? У нас кое-что случилось Ты нам поможешь? Я могу помочь Только завтра утром Она не придет Надо самим что-то делать Билли вас всех отдубасит за пару секунд Да, Билли? Билли? Ты куда, чувак? Уходим, Билли! Привет Мы новая обычная семья не супергероев Которая будет здесь жить Секрет сохранен Человек-гром Рад наконец-то познакомиться Я Человек-сокол А это моя жена Железный Кулак Рад знакомству Железный Кулак Какой у вас чудесный дом Пойдем, милая Посмотрим, где мое супергнездо разместить Очень странно Интересно, где их дочь? Кажется, жвачкой пахнет Это от меня Меня зовут Кэнди О, какая чудная семейка Как этих милашек зовут? Класс Наконец-то кто-то назвал меня милым А мы уезжаем Я хочу вас кое-чем угостить Приготовьте ладошки Вот это суперспособность Не нужен напарник Или бойфренд О, вы такие сладкие, как конфетки Просто прелесть О, у меня от нее кариес Ничем не хуже, чем прежний дом По крайней мере, там мне не приходилось есть хлопья Словно пломбир А оладьи просто класс Нет, они замерзли Как прошло патрулирование? Никак Надоело разнимать дерущихся тюлени Я не собираюсь опять выходить Есть! Я починил модем И теперь у нас есть интернет И я могу поменять свой статус На замерзающий Мама, папа Я хочу в Хидденвейд Я знаю, милая, но Теперь мы живем здесь Ладно, милая Давай освободим твою куколку Из этой Ледяной тюрьмы Меня мучает совесть Если бы не мы Хлое не пришлось бы сидеть здесь И играть с ледяным кубом Эй! А что если воссоздать что-то Из ее любимых занятий Здесь, в Антарктике? Это супер идея Я возьму свой завтрак на вынос Мы знаем, что ты грустишь И так как сейчас обед Мы решили тебя пригласить В шлеп бургер! Супер! О, они такие заботливые Почему ее первый кормят? Мы раньше пришли Можно один гамбургер? Билли, твой выход Тебе с картошкой или как? Итак, правил прошу не нарушать А то удалю вас обоих Ножницы, бумага, лазер Ау! Ну, этот раунд точно будет за мной Ножницы, бумага, лазер Ау! Следующий раунд точно будет за мной Внимание, внимание Приближается курьер с пиццей Ножницы, бумага, лазер Так, у меня же матч Дело табак Я выиграл С тебя новый Сандер-монитор Серьезно, если у тебя есть лишний Тебе стоит его притащить Сандер-монитор сломан уже несколько часов А вы только сейчас ко мне обратились? Ну, я его починил Но нору не устраивает Президент Крутисон Вы сделали новую прическу? Мы должны его починить Пока родители не вернулись Ты сможешь помочь? Пожалуй Я отвечу песней Если что сломалось Вам поможет Ваш пушистый мастер Закончил Все исправит И починит Ваш пушистый мастер Все исправит Он Все починит Так ты починишь? Лучше обсудим мой гонорар Что ты хочешь? Итальянское джелатто Столько, сколько в меня влезет Договорились? Дети, мы вернулись О нет Они не должны зайти в гостиную Мама Папа Привет А вы ведь хотели посмотреть фильм? Нам третий раз подряд Не удалось купить билетов Должно же быть место Где мы можем посмотреть фильм Ну, давай спросим Сандер Монитор Сандер Монитор Нет, не ходите Почему? Понимаешь Вам незачем ходить на этот фильм Мы с Билли можем его для вас разыграть Как спектакль Только не в гостиной Да Мы читали роман Первоисточник История начинается с человека По имени Джабидая Нет, я не думаю Началось, началось Колосса Ты его починил? Само собой А теперь давайте хором Все исправит он Все починит Что происходит? Обожаю такой музон Сандер Монитор Выключи этот ужас Включаю режим обогреватель Мое джелату Оно тает Оно тает Сейчас мы его спасем Счастливо Нееет Запомни, мы ничего не знаем Что здесь происходит? Да Что здесь происходит? Почему Сандер Монитор это делает? Да Почему Сандер Монитор это делает? Зачем вы повторяете все, что мы говорим? Да Зачем мы повторяем все, что вы говорите? Включаю режим ветрадок Хэнк Хэнк Что вообще происходит с Сандер Монитором? У меня уже просто нет сил Извини, Барб Я не могу его починить Не знаю, что сломалось Придется привыкать Билли, надо с этим заканчивать Но я только запустил змея Мам, мам Мы сломали Сандер Монитор Играем в ножницы, бумагу, лазер В него попал лазер? Ты не кричишь, потому что здесь ветер? Или потому что ужас на зол на нас? Я не могу в это поверить Да, да Потом их накажешь Она сказала, что случилось Давай, чини монитор Наверное, она попала в электропанель Сейчас я ее достану А потом потыкаю этой штукой И... О-о-о Молодец! Слава небесам! Тебе удалось его починить Теперь подумаем, как вас наказать Помните, как Джиби Дайер сказал? Если отрок сломал Сандер Монитор Его следует простить Они все это выдумали, Барб Как мы могли поверить, что Билли прочел роман? Привет, смотрите фильм о нас. Есть кое-что поинтересней. Это любимая передача Хлои и Чудо-глубики. Для шестилетних в самый раз. Но ты уже второй раз смотришь. Потому что мне 13. Подели на два. Эти передачи снимают, чтобы рекламировать игрушки и мороженое. А вот и нет. Ребята, вы любите игрушки и мороженое? Люблю! Да, вам точно понравится гигантский супер-пупер-пломбир от фирмы Скуб-де-Жи. Мега-крутой летающий дрон доставит его прямо к вашим дверям. Срок предложения ограничен. Улет! Мы его закажем! Конечно, не будь я сластен, Хэнк. Летающий робот принесет мороженое. Дети запомнят это на всю жизнь. Согласна, Хэнк. Порадуем наших четверых детишек. Пятерых. Значит, решено. Мы закажем мороженое. Только не сегодня. Ура! Что? Мы ведь говорили вам, мы с папой идем в Метробургский театр на спектакль. Я достал билеты на Энни и вампир в первый ряд. Да, ребята? Ваш отец – идеальный муж. Не расстраивайтесь. Скоро мы вместе отведаем этот пломбир. Обещаю. Не балуйтесь. Хорошо. Пока. Мы ведь закажем пломбир. Я уже заказала. Но мама и папа хотели попробовать его вместе с нами. Диктор сказал, что срок предложения ограничен. Значит, мы можем не успеть. О, значит, ты правильно сделала. Он великолепен. Он восхитителен. Он крышесносим. Пока. Я тебя люблю. Давайте есть. Мороженое пати. Ты не приглашен, блохастый. Вы хотите лишить меня шанса поучаствовать в обмане ваших родителей? Серьезно? Желаю вам мозги отморозить. Ты же говорил, что у меня нет мозгов. Определись, кролик. Ребята, колосса прав. Мама с папой расстроятся, если мы съедим пломбир без них. И что будем делать? Поступим, как подсказывает совесть. Мы не послушали свою совесть. Я не чувствую своих щек. Слабаки, мне стыдно за вас. Они не должны узнать, что мы съели пломбир в тени живот. О, привет. И как вам, Энни, пломбир? Я хотел сказать вампир. Оказывается, спектакль будет через несколько дней. Возьмите на заметку. Идеальные мужья таких ошибок не делают. Но есть и хорошая новость. Мы сможем вместе съесть гигантский супер-пупер-пломбир. Что? Отличная идея. Это было бы супер. Мы уже сделали заказ. О, а вот и дрон. Он просто крышу сносит. Ура, еще пломбир! Я хотел сказать, что это невероятно важно для нас. Иметь возможность разделить с вами этот особенный момент. Когда вы станете взрослыми, воспоминания об этом в дне будут согревать нам сердце. Мое сердце замерзло от мороженого. И мое. Хэнк, а давай снимем видео. Отличная идея. Билинора, так как вы проявили образцовое терпение, вы первыми попробуете пломбир. Ну что ж... Выбора у нас нет. Я не могу это съесть. Я не могу. Что? Мы думали, вы мечтаете об этом пломбире. Мы мечтали. Поэтому мы съели его два часа назад. Что? Да, что? Нам очень жаль. Может, вас утешит то, что я решил больше не говорить слово пломбир? Черт! Но нам все равно придется вас наказать. Да, у вас с обоих. И как мы вдвоем съедим весь этот пломбир? Стоп, где он? У меня в животе тупица. И мне оставь, доктор Кролик. Фиби, Макс, познакомьтесь с вашей новорожденной сестренкой. Хлои Сандермен. Я же говорила, будет девочка. Я все равно сделаю ее злодейкой. Да, не за что. Спасибо, доктор Колосса. Дети, после рождения ребенка маме-супергерою требуется 12 часов сна. Так что давайте оставим маму одну. О, все в порядке, Хэнк. Я не думаю, что мне нужен. Я очень рад за тебя. Спасибо. Вообще-то я обращался к Хлои. Я рад, что она совершенно не похожа на тебя. Ого! Это кто у нас все выпил? Снова! Если ты будешь так есть, то у тебя уже сегодня будет скачок роста. Видела бы ты свой первый скачок роста. Ты стала в два раза больше. А Макс во время первого скачка обмочил подгузники. Кстати, о подгузниках. Ты же отправил Билли и Нору в магазин? Да, сотни долларов наличными. Наверное, это было ошибкой. Надо их найти. Человек-гром! Вперед! Парк, не через потолок же. В комнате ребенок забыл? Точно. Человек-гром! Через черный ход. А теперь вперед! Похоже, мы остались вдвоем, да, Хлоя? Да-да-да, мы остались вдвоем. О, пузырьки. У тебя даже суперсила такая милая. Внимание, внимание. Приближается разозленная черри. Итак, Хлоя, сейчас ты узнаешь главную трудность для супергероя. Скрывает свой дар от лучшей подруги. Помоги мне. Шшшш. Привет, Черри. Я дико извиняюсь, что мне пришлось тебя бросить. Как все прошло? Как прошло? Когда ты ушла, я снова занервничала и начала громко разговаривать. Потом Джои пошел в туалет и не вернулся оттуда. А Нил заставил меня пить коренные крылышки. Это ребенок? Что? Нет. Это мой живот. Все из-за жидкого хлеба. Нет. Это ребенок. Откуда она взялась? Ну, когда мамочка и папочка очень любят друг друга. Фиби. Ладно. Ладно. Черри. Познакомься с моей сестренкой, Хлои. У тебя родилась сестренка, а ты мне даже не сказала? Не злись на Фиби. Вы же с ней подруги. Уверена? У меня ощущение, что ты постоянно что-то скрываешь. Послушай, если честно, у меня и правда много секретов. Но я не могу их тебе раскрыть. Вообще-то, лучшие подруги обычно все друг другу рассказывают. Что ж, все понятно. Потерпи, Хлоя. Сейчас принесу бутылочку. На помощь! Злодеи опускают меня в чан с раками-отшельниками. О, первые слова Хлои. Помогите злодеи опускать меня в чан с раками-отшельниками. Стоп, что? Пожалуйста, если кто-нибудь слышит, передайте папе. Я на фабрике по переработке брокколи в Метробурге. Черри, я так рада, что ты осталась. Я была вынуждена. Мне нельзя ездить на велике рассерженной. Слушай, я знаю, ты еще злишься, но мне очень нужна помощь. Присмотри за Хлоей, пока я сбегаю по делу. Куда? В секретный магазин купить еще секретов? Поддерживай головку, спасибо. Громфургон, стоп. Залезай, Черри. Пора тебе все рассказать. Черри! А-а-а! Пощекать чехлое скорее! Что? А-а-а! Хорошо! Ути-ути-ути! Ути-пути-ути! 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 Ути-пути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-у Раньше такого не было И такого тоже Хлоя, мы должны за один день подготовить тебя к конкурсу Поработаем над приветствием Покрути лампочку, потом протри окно и улыбни Я все делала не так Конечно, милая, но папочка это исправит Так, во-первых, надо решить, какой талант ты продемонстрируешь Как насчет колеса с телепортацией? Та-да! Ого, ты унаследовала и мою внешность и мой талант Так, чтобы выиграть, ты должна уметь ответить на любой вопрос Ну, а если я растеряюсь? Не бойся, ответ на любой вопрос – всеобщий мир Жюри это проглотит А теперь я тебя покручу, чтобы симулировать твое состояние, когда окажешься на сцене Готова? Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Всеобщий мир? Молодец, Хлоя Ты не упала лицом вниз Папочка, готовиться к конкурсу так трудно Трудности забудутся, когда мне вручат кубок Ты хотел сказать мне? Э-э-э, всеобщий мир Виляй бедрами, а то это выглядит так, словно тебя пучит Так лучше? Нет, 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 нет Нет Учись Видишь? Уверенность, напор Великолепие О! Продолжай тренироваться, а я посмотрю, что там с твоим платьем Барб, она выкладывается настолько, а должна вот настолько Ты так усердно готовишься, милая Ты рада, что едешь на конкурс? Папа рад А ты рада или нет? Папа рад Я хотела поговорить насчет Хлои Боюсь, она не очень хочет на этот конкурс О, что за бред Смотри, с каким удовольствием она отрабатывает дерзкую походку Великолепие Видишь? Она в восторге Я не знаю Поверь мне, Барб, ей это нравится И сейчас я займусь ее прической Чем больше волос, тем больше приз Для начала я задам тебе несколько вопросов Представь, что ты можешь получить новую суперспособность Какую выберешь? Всеобщий мир Одно я знаю точно Голод никому из рисели не грозит Почему, Хэн? Потому что они это проглотили, Барб А теперь второй вопрос Хлоя, у тебя есть завертное желание? Я всегда хотела иметь волшебного единорога Который какает всеобщим миром Это моя дочь! Это моя дочь! И еще вопрос Скажи, какой талант ты нам сегодня продемонстрируешь? О, все будут в восторге от ее колеса с телепортацией Ты знаешь, она решила исполнить мой танец с лентами Хэнк, ты же видишь, она не получает удовольствия А она и не должна его получать Ведь это война Э, большой Хэнк О, малыш Хэнк, садись Леди права Видишь, как Хлоя страдает, пытаясь исполнить нашу с тобой мечту Малыш, ты драматизируешь Она не страдает Великолепие! Ладно, ты прав Что я наделал? Ничего, это можно исправить, здоровяк Я пошел в буфет Какой мудрый и воображаемый мальчик Ты разговаривал с малышом Хэнком? Нет, я его слушал, Барб Хлоя, хватит Я должен смириться с тем, что я проиграл этот конкурс много лет назад Зря я тебя сюда привез, извини Я тебя прощаю, пап Едем домой Постой, ты должен кое-что сделать Правда? Покажи им класс, детка Что ты наделала? Я постриглась О нет Если родители это увидят, нам точно конец У меня есть идея Стрижка под горшок Шик Ты не достоин это носить Как мы их обратно прилепим? А может, степлером? Отдай! Родители жутко разозлятся, что наша милая сестренка превратилась в чудовище с ужасной прической Нечего было оставлять на виду ножницы Кстати, мы ведь так их и не убрали Что? Надо убрать, пока Хлоя их не нашла У меня новая стрижка У вас все в порядке? Они идут Обнимаем ее Вы кричали? Что случилось? Ничего Мы просто обнимаемся Мы не разлей вода Две стрижки Мы дружны, как две стрижки Это такой модный сленг Мы знаем Мы продвинутые Мы как две стрижки, чувак Это было опасно и ужасно неловко Надо придумать, как прикрыть ее волосы Не знаю Только мы можем сделать ей головной убор А я себя пригвоздил к этой стенке Я выгляжу потрясно Это точно А я сделал шляпку для колосса Он ведь тоже захочет Что это на Хлое? Мы сделали ей новую шляпу И она не хочет ее снимать Пусть она носит ее вечно Барт, помнишь, мы хотели сделать Календарь все месяцы Хлои? О, она сейчас просто идеальный май Сделаете по шляпе на каждый месяц Издеваешься? Это же 70 штук Давай сделаем шляпы сами, Барт Давай, ты возьми бумагу А я Хлою и ножницы Ура, ножницы! Я готова фотографироваться Хорошо, мы почти закончили Нам конец, нам конец, нам конец Послушай, нам в любом случае влетит Может, нам меньше влетит, если мы все расскажем Все как есть Нам конец, нам конец, нам конец Слушай, а где ножницы? Ты ими и Юль вырезал А они у Хлои А они у Хлои Что мы наделали? Мам, пап, мы хотим сознаться Билета подождет Мы не убрали ножницы И Хлоя отстригла себе волосы Вы не убрали? А, то есть, вы не убрали, а? Не стоит так тебя винить Это могло случиться с любым То есть, буквально любой из нас Мог именно так напортачить Хэнк, бери Хлою Мы идем в парикмахерскую Да, больше ножниц Сальдермэды Ужить! Зачем ты выпрыгнул из самолета без парашюта? О, я не самолетом прилетел Ученые из моей компании катапультировали меня сюда Классно быть неуязвимым Вы только поглядите Это что, Хлоя? Хочешь обнять кузена пузыря? Он богатый? Безумно Кузен пузыря Нам с Хэнком так тяжело покидать наших малышей Правда, Хэнк? Хэнк? О, что ж, мы уезжаем пока Дети, не балуйтесь Не волнуйся, они в надежных руках Эй, кто хочет сегодня ракету запустить? Ого! Классная ракета Можно полетать? Нет, Хлоя, это опасно И потом ты же не крикнула, чур я Извините, но это исключено Горазок вокруг Млечного Пути Нора На ней летает в космос, а не за молоком Это название нашей галактики А что тогда, Герман? Она построена для доставки грузов На мою космическую станцию Да-да, у меня есть космическая станция Хе-хе-хе Да запускай же! Э? На счет три Три! Что? Ого! Правда круто, Хлоя! Куда она делась? О, нет! Она забралась в ракету Хлоя! Теперь она Герману принадлежит Я должен ее спасти Наверное, ей так страшно Я знаю Мы были ужасной парой Ты достоин лучшего Скоро они поймут, что Колосса Куда более ответственная нянька Чем этот несчастный пузырь Не трогай это! Надо отправить пузыря в космос Чтобы он спас Хлою Я нашел фейерверки А я сырный спрей Все берем И крекеры захвати Все, Хлоя, можешь вылезать? Я выиграла? Нет, ведь Толстяк еще не взлетел Запустить двигатель Ускорители Ракеты-носители Ты не уязвим Ты не уязвим Ты не уязвим Привет, что происходит? Держись, Хлоя Мы тебя спасем Хлоя! Останови запуск! Останови запуск! Слишком поздно И отрыж! Вперед, кузен пузырь! Что происходит? То, что обычно происходит Когда оставляешь детей Под присмотром простофиля Все равно простофиля Всегда лучше злодея Особенно, если он не уязвимый И не берет денег Пузырь, мы всегда рады Оставить с тобой детей Да! Сейчас Толстяк взлетит Я выиграла! Привет, Макс Я же просил стучать, Фиби О, наш маленький ангел играет Ого! Почему твои игрушки такие острые? Юная леди, ты ведь обещала их убрать Я знаю, но гораздо легче этого не делать Хлоя, если ты обещаешь что-то сделать То делай Слово Сандерменов крепко как громотаниум Хорошо, я все уберу У-ху! О, нет, только не кузен Кузырь! Привет с Сандерменом! Ты что, левитируешь? Левитирую? Нет, я ведь не чокнутый Нет, я стою на невидимом скейте Пузырь, станцуй свой танец Хлоя, он, наверное, устал Киа! 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 Как-то так Ладно, перейдем к делу Я приехал, потому что в Пузырько появился отдел мод Ох, ты занялся одеждой? А скидку родственникам сделаешь? Нет Слушай, как я хочу, чтобы человек гром стал лицом осенней коллекции О, Пузырь, я, я польщен, но я ведь уже отошел от дела О, ну ты был лицом стольких продуктов Это так Привет! Ты можешь продать что угодно Да, в этом я специалист Ты обещаешь помочь? Обещаю Да! А где поставить подпись? Вот здесь, на невидимом контракте О, трусы? Это необычные трусы, это гром трусы У них любой человек будет выглядеть как супергерой Папа, Папа Лики Пузырь, я не хочу, чтобы мое лицо было на этих труселях А я-то думал, что ты будешь рад К тому, что я буду украшать чей-то зад Мы уже шили два миллиона штук И у нас куча заказов Ты ведь сдержишь обещание? Я уверена, папа не нарушит слово Сандермена Конечно, не нарушит Я сделаю, что обещал Я буду Папа Лики Спасибо, Хэнк Кстати, сегодня в шлёп-бургере будет презентация этих трусов И ты должен прийти в них О, я так счастлив! Человек гром И мои трусы на нём О, Хэнк Я никогда не видела его таким радостным Да, я тоже Я не буду их надевать Что? Я не собираюсь позориться в шлёп-бургере у всех на глазах Пузырь будет так расстроен Нет, не будет, Хлоя Ведь твой папа ему обещал А ты знаешь, что слово Сандерменов крепко как громотаниум За исключением случаев, когда нахальный богатей хочет сделать тебя лицом своих трусов Я знал, что у меня осталась коробка маникотти О, срок годности уже давно истёк А, рискнём Ау! Что опять? Я словно наступил на семью морских ежей Хлоя! Привет, что случилось? Почему здесь всё в твоих игрушках? Ты ведь обещала их убрать И что? Ты ведь своё обещание нарушил Счастливо! Хэнк, видишь, что бывает, когда нарушаешь слово Сандермана на глазах у детей? Ты знаешь, что должен сделать Простите за двухчасовой барабанный дробь Похоже, наш специальный гость всё же не придёт Уверен? Где ты пропадал? Я тебя прощаю Давай вперёд А вот и наш бывший супергерой Человек-Гром! О! Он явно в восторге от грома трусов Таких крутых и таких удобных Хе-хе-хе Стильный дизайн позволяет мне шикарно выглядеть Когда я привожу своих детей в школу Или приезжаю в Шлёпбургер, чтобы сдержать обещание Хе-хе-хе А так как в них использован эластичный материал Они никогда не растянутся и не обвиснут Хе-хе-хе Прощайте обвисшие трусы Хе-хе-хе Правда он классный? Прямо как грома трусы Кто хочет купить? Ничего себе Одну пару покупаете Одну получаете в подарок Покупайте ноль, две в подарок Ну хоть, ну хоть примерьте Ничего пузырь Все мы иногда проигрываем и брендим Это не конец света Главное, что не я на них изображен Хе-хе-хе Увидимся, семейка Сандермен Я ужасно тобой горжусь, милый Знаешь, мне все равно, что я глупо выглядел Главное, что Хлоя усвоила урок Прощайте, растянутые трусы О, приветик Добро пожаловать на ферму макбулгеров Нас ждет много всего классного Маски из сена Игра на традиционных шумовых инструментах А еще Надеюсь, просмотры лучших шеф-поваров Игра «Приколи хвост альпаки» Что такое альпака? О, это такой Мохнатый плюющийся пес Семья мамы разводила этих альпак Что смотрим? Девочки, на фермах нет телефонов Как говорил мой отец Хорош баклуши бить, пора альпак доить Итак, девочки, кто хочет поиграть В шумовой оркестр? Я! Отлично! Между прочим, сельский оркестр макбулгеров Считался лучшим шумовым оркестром В нашем округе А в округе было много шумовых оркестров? Нет, только наш О, Фиби куда-то запропастилась Надеюсь, она скоро придет Теперь моя очередь Идти в туалет Скажи ей, пусть скорее выходит Если хочет увидеть, как я играю на ложках Хлоя, звони в колокольчик Сейчас только выпью грязевой сок А, свежевыжатый О, нет! Я просто в шоке от вас Мам, мы можем объяснить Что объяснить? Что вы сказали, что вам надо в туалет, чтобы сбежать с моего девичника? О, можно не объяснять Не волнуйтесь Я больше не собираюсь устраивать таких девичников Стой, мам! Ого, мама жутко обиделась Да, я еще не видела ее такой Что бы вы ни сделали, вы должны это исправить Идем, мамуль! Хлоя, я ведь сказала Девичник приказал долго жить Ты уверена, мам? Приветик! Что здесь происходит? Мы вели себя просто ужасно Поэтому мы решили устроить тебе идеальный девичник Настоящая альпака Девочки, не стоит притворяться Я знаю, что вам не нужен этот девичник Просто послушай шумовый оркестр Сандер девчонок Мы ужасно рады, когда с нами пар У нее есть самый чудесный дар И танцуют, и поют Все она умеет Рядом с ней всегда будет веселее Умна и хороша Вся в заботах о семье Вот как любят ее все Деренская душа Мы гордимся тобой Улыбнись и вместе с нами Эту песню спай Альпаке не понравилось Девочки, это... Это что, дикая альпака? Мы не знаем Это колосс ее нашел Девочки, прячемся скорее Я думаю, она не станет на нас нападать Если только это не плюющаяся особь Это плюющаяся особь Фиби, заморозь это чудовище Нет, нет, я разберусь Я была лучшей подражательницей альпакам в нашем округе И много... Да, да, очень Это мы учили в школе Ясно Она хочет, чтобы мы все перед ней извинились Уверена? Извиняйтесь Нет, вы должны быть искренни Не расстраивайся так Мам, я не знала, что ты так умеешь Мы хотим извиниться Нам не следовало сбегать с девичника Ведь он для тебя так важен Дело не в том, что мне хотелось развлечься по-фермерски Я готова что угодно делать, если со мной будут мои девочки Лучший девичник в стиле макбукера Хэнк, церемония в этот уикенд, а мне нечего надеть И мне Пойдем по магазинам, детка О, милая, ты слишком маленькая, чтобы ходить по церемониям Ты останешься дома с няней Ладно, но я все равно пойду по магазинам Суперняня к вашим услугам Круто! Как вы это делаете? Это лишь одна из моих многочисленных суперспособностей Среди которых создание игрушек, а также дезинфекция игровых площадок Силы разума Хлоя будет в восторге, я ее позову Не стоит, я сам об этом позабочусь Прыг-скок-поскок Кто хочет попрыгать? Яду в найду! Прекрасно Пока, Хлоя, мы будем скучать Ей все равно летим Сандермены за наградой! Я уверен, вы очень рады за своих родителей Ведь их будут поздравлять лучшие из метробургских героев Человек-торт, супер-викинг, пауза Пауза? Да, пауза Это будет первая церемония, которую она посетит Эй, суперняня, смотри, как я умею! Иду, юная мисс Мы просчитались Если не пойдем на церемонию, то, возможно, упустим единственный шанс увидеть паузу Я о том же подумал На церемонию! Что это? Еще одна моя суперспособность держать детей под контролем От меня еще ни один ребенок не убегал Я хочу есть, суперняня Тогда тебя ждет очень вкусный дождь Картофельный дождь! Класс! Мечты сбываются! Билли, мы должны увидеть паузу! Знаешь, кто поможет? Да, невидимый динозавр, который любит пошалить Что? Нет! Хорошо, а то я не знаю, где его искать Тихо, Рекси Нет, я говорю о Колоссо Он может отвлечь суперняня одной из своих странных лекций о мощи Давай найдем паузу, пока родители не поняли, что мы здесь Ноги прилипли к земле Да, дружок, именно так Потому что я вас приземлил Смешно, так ведь? Билли, Нора Я прошу прощения, виноват Они от меня скрылись, но могу вам гарантировать, что больше этого не произойдет Приводишь Я поспешил Хлоя Хлоя! Пауза явно где-то здесь Надо ее отыскать Нет, Билли Стой Мы пришли, чтобы увидеть героя, но... Настоящий герой – это мистер и миссис Губер Вот ваш ребенок Поздравляю с наградой Прошу больше никогда мне не звонить Ему надо поспать Ох, похоже у нас настоящая гимнастка растет О, а по-моему это танец Пипи Я хочу на гимнастику О, разве мы можем ей отказать? Мы сводим тебя на гимнастику Ура! Ох, ха-ха-ха Урок гимнастики, да? Вы точно к этому готовы? Не переживай, Фиби Просто несколько недель назад это закончилось вашим супер-шоу. Хэнк, поговори с дочерью. Не волнуйся, я пригляжу за мамой. А кто приглядит за тобой? А кто приглядит за тобой? Хлоя, все занятие столбом стоит. Может, мы поучаствуем, чтобы ее как-то подбодрить? Да, буквально пару минут. Ради Хлои. Разумеется, ради Хлои. Хлоя, почему ты не прыгаешь как дома? Мне не хочется. Да брось, это же весело. Смотри. Хоп! 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 О-о-о! Сторон! Мы вас не слышим! Молодцы! Это было потрясающе. Вы не могли бы еще что-то показать нашим ребятам? Извините, тренер Гиббонс, но у нас не совсем подходящий наряд. Другое дело! Хоп! 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 Надеюсь, вам понравилось! Хоп! 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 Мама, папа, я готова! Не получилось его сделать! Не получилось его сделать! Сегодня наш день! Мы знали, на что идем, когда утром втискивались в эти треком! Ну что ж, как скажешь! Хоп! Хоп! Моя ключица! Моя спина! Теперь моя очередь! Послушай, Хлоя, много лет назад нам с папой пришлось устроиться работать в цирк, чтобы поймать злодея. Но пока мы занимались этой операцией, мы заразились гимнастической лихорадкой. А еще заразились настоящей лихорадкой, потому что клоуны не моют рук. А позаниматься гимнастикой мы можем только на твоих занятиях. Мы слишком увлеклись и забыли, почему мы здесь. Ради тебя. Точно. Извини нас. Ты что скажешь? Хочешь позаниматься гимнастикой? А может, позанимаемся втроем? О, конечно. Жаль, что у тебя нет такого костюма, как у нас. Барб не забывает о костюмах. И ты бы не забыл, если бы не лихорадка клоунов. Итак, момент настал. Покажем им супер прыжок с вращением. Хоп! 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 Аплодисменты Сандерменам! Да! Ох, не может быть! В Хидденвиль приедет магазин «Мир волос». Какой мир? Это передвижной магазин шляп, обручи и бантов. Там очень много бантов. Я бы купил новый солнцезащитный козырек. Он закрывает лицо, а волосы могут дышать. Последние восемь штук загадочным образом испарились. Нора, поможешь купить мой первый бантик? Я столько лет ждала этих слов. Ура! У меня будет бант митцва! По-моему, наш замок стоит полить кетчупом. Я схожу за ним. Стейс, смотри. Она так стильно наливает кетчуп. И у нее такой стильный бант. Да! Если вам интересно, я слышала вас. Она наезжает? Она супер! Я Стейси, а это Хайзер. Я Нора, и я знаю, кто вы. Вы вернули моду на шляпки и ленты для волос. Респект! Стоп, есть мысль, идея. Давайте вместе сходим в мир волос. Вы хотите со мной тусить? Ленты для волос, шляпка, бант. Это ведь логично. Это было бы супер. Так значит, мы будем бандой? Да! О, Стоп, есть один нюанс. Я обещала сестре, что пойду в мир волос с ней. Может, пойдем вчетвером? Так, Стоп, хочу уточнить. Ты любишь тусить с младшей сестрой? Да. Дизлайк! Нора, тусить с нами значит зажигать, а тусить с младшей сестрой значит быть бесплатной нянькой. Ты забей! Может, она просто не хочет быть участницей модного трио? Нет, я хочу! Я и так каждый день нянчусь с сестрой. За деньги, естественно. И каков твой ответ? Что ж, я согласна! Да! Плохая новость. Я не могу пойти в мир волос. У меня жучки в волосах. Жучки в волосах. То есть, они тебя беспокоятся? Меня беспокоят, что они могут быть в мире волос, поэтому вам лучше поскорее уйти и ни в коем случае не ходить в мир волос. А как же мой бантик? Мы купим его в другой раз. Я уверена, этот магазин еще к нам приедет. Он ведь передвижной. Что ж, увидимся через 4-6 часов. Только не вздумайте ходить в тот магазин. Договорились? Пока, Нор. Она знает, что мы ее любим. Пойдем. Надеюсь, тебе полегчает. Уже полегчало. Синяя или оранжевая? Обе. Да! Я и не думала, что нам может быть так весело с кем-то, кроме нас. Ты просто отпад. Ты ведь рада, что не взяла с собой сестренку? Ой-ой. О, мама, смотри, там бантики. Нора, как думаешь, эта шляпка зачетная или отстойная? Эй, куда она делась? Я не знаю, но эта шляпка явно прошлого сезона. Фу! Хлоя, я тобой горжусь. Рискуя подцепить волосяных жучков, ты пришла купить банты себе и Норе. Увидим чешущихся людей, сразу уходим. Знаешь, Барб, я не вижу здесь больных, а значит, я пошел за козырьком. Пойду попрошу супервайзера подыскать мне супер-козырек. О, его козырьки меня бесят, а вот шуткер. Этот слишком простой для Норы. А что ты хочешь? Я хочу подарить ей лучший бант, ведь она лучшая сестра всех времен и народов. Ого! Ясно. Что ж, мы будем искать, пока не найдем идеальный бант для Норы. Вот ты где! Мы нашли твой бант. Он идеально подходит к нашим глазам, так что держись рядом. Хорошо, договорились. Новый план. Давайте лучше сходим в торговый центр. Это из-за твоих родных? Забей, а не простофилин. О чем ты говоришь? Мы видели их, и твоя сестренка такая. У меня лучшая сестра всех времен и народов. Она так не говорит. Нет, похоже, получилось. Но ей не обязательно было сюда приходить, однако она пришла ради меня. Ты выбираешь нас или свою сестренку? От вас? Конечно, посмотрим, милая. Привет, детишки. Я милая коровка. Кто хочет обняться? Коровкин отряд! Это такой отстой. Да, когда мы с Билли были маленькими, нам нравился гораздо более крутой сериал. Филинух. Ух был клёвый и жил по своим правилам. А, по-моему, он вообще не соблюдал никаких правил. Эй, Билли, давай найдём DVD с ухом и покажем Хлоя. Нет, не стоит. Вы всё равно их не найдёте. Я их давным-давно спрятала. Они думают, что могут что-то спрятать. Глупый си... Хлоя, у нас для тебя кое-что есть. О, клёвый филин. Это необычный филин. Зацени-ка. Ух, ух, мне всё равно. Ух, ух, мне всё равно. Как вам такой расклад? Извини, ух, ты не поможешь продукты до дома донести? Мне всё равно. Это было смешно. Я что-то не помню, чтобы ух обижал бабушек. Ух, ты не можешь есть конфеты не заплатить. Это воровство. Мне всё равно. Ух, ух, мне всё равно. Ух, ух, мне всё равно. Как вам такой расклад? Может, не стоило показывать это Хлое? Она хорошая девочка. Я думаю, волноваться не стоит. Хлое всё равно. Хлое всё равно. Хлое всё равно. Это ты виноват. Где Хлое? Я думала, она с тобой. Хлое всё равно. Надо что-то делать, пока родители не узнали, что случилось. Что ж, удачи. Она будет слушать только ухо. А вот и нет. Надо просто быть настойчивей. Хлое Сандермен, сейчас же поднимайся наверх. Вы увлеклись, юная леди. Больше никаких Хлое всё равно. И забудь об ухе. Ты об этом пожалеешь. Оставайтесь здесь. Хлоя, ты не можешь так поступить. Хлое всё равно. Хлое всё равно? Вы показали ей филина. Ох, ух, ух, ух. Его зовут просто ух. Нам уже надоело тут торчать. Нам следует всё обсудить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК. Алло. Хлое всё равно. Ох. Так, с меня хватит. Я выломаю дверь. Хэнк, совершенно неважно, здесь мы находимся или там. Проблема в Хлое, понимаешь? Надо хорошенько подумать, что она любит делать. Хлое любит смотреть с нами мульт про коровку, как вариант. Отличная идея, Нора. О, смотрите, милая коровка. Давайте посмотрим её всей семьёй. Кто хочет обняться? Коровки наряд! Не отвечай. Мы знаем, что она скажет. И что теперь? О, Хэнк. Похоже, ты заболеваешь. Нет, нет, ты о чём? Я Человек-гром. Сейчас будет суперчих. Ой-ой-ой. Хватайтесь за что-нибудь. А-а-а-а! Хлоя, ты вышла из дома. Я волновалась насчёт своих родных. Это очень мило, детка, но папа в порядке. Я не о тебе. Я о них. Ты слышишь, Билли? Ей не всё равно. Это радует. О-о-о!